Итак, как вы прекрасно понимаете, у меня есть с кем работать, когда мы занимаемся изучением иностранных языков. У меня есть сын. Я хотел бы, чтобы он стал еще и круче, чем я владею английским языком. Я его везде и всюду отправляю. Не так давно я вам показал школу Васиной Дювер, мы его отправили в РНМЭ на Октябрьскую 15, для того, чтобы он получил необходимые для него знания. К слову о том, что он начал изучать английский язык, когда ему стало всего 4 года. То есть в этом году он уже третий год изучает английский язык. К слову о том, что бы я вам сегодня хотел продемонстрировать. Ну, вы знаете, что на улице Хэллоуин. Хэллоуин это честно английский праздник. Но, к сожалению, мы не будем здесь праздновать на Октябрьской 15. Мы приедем на проспект Ленина 131. Вот там мы его и будем праздновать. Ну, я вам честно скажу, школу 33 для меня никто не отменял. По крайней мере, все знают английский в большей степени, чем ученики других классов однозначно. Поэтому, конечно, кто-то может быть и крут, но 4 человека в эфире, и это школа номер 33. Далеко не так себе. Другие вопросы. Что будет далее в городе, где теперь отсутствует педагогический институт, вызывают сомнения. К чему все это? Вопрос у меня реально интересный. Поверьте мне, мизерное, а лучше нулевое количество выпускников других вузов хочет вернуться в наш город. Они там себя показали, и наверняка в других городах им как-то стало поинтереснее. Вот так вот. Думайте, господа кроители бюджетов. Сегодня, хоть разговор не про вас, сегодня разговор про тех, кто понимает, английский реально крут, по сути, круче всех. Может быть, кто-то из наших выпускников станет лучшим специалистом по онкологии, который, поняв и вкусив мировую литературу и знания, естественно, на английском победит эту реальную гадость, косящую наши ряды десятками тысяч в этом городе. Жесть, да? Так оно и есть. Верните наших выпускников, верните. А то, что потом получится, и вы, наверное, забыли про наш город? Теперь возвращаясь к Хэллоуину. Он из Англии, страны кельтов. Сейчас коротко объясню. Тыкву обменяли на репу. Тыква отпугивает косячных приблуд от вашего дома. Вот, собственно говоря, и все. По сути, этот праздник не запрещен нигде, кроме России. Почему, непонятно? Это праздник поминания душ ваших предков. Одежды – суть прошлого века. А так люди просили сладостей, как правило, из яблок, для молитв за ваших усопших из этого дома. В общем, здесь нет никакого оккультизма. Никакого. Прочитайте Википедию, в конце концов. И понятно, почему празднование в Реноме. Потому что это школа английского языка, как-никак. Больше внимания сегодня на правильность восприятия английского языка. С этим у нас проблемы. Я до сих пор смеюсь, когда в институте человек говорил саджи, но не щугар. Здесь же понимают правильное произношение. Человек работал в английских школах по всему миру и знает, как сделать из вашего перца изумительный вариант, которого поймут и в Англии, и в Америке, да и по всему миру поймут выпускника школы Реноме. Здесь знание английского станет в разы больше, чем в любой, но не в 33-й школе. А взрослые должны писать это слово вот там. Кто-то на вот той доске, а кто-то на вот этой доске. Договорились? Нужно говорить, что ты нащупала, не вытапкивая из мешка. Хорошо? На ушко. На ушко. Итак, трогаешь. Все предметы должны быть знакомы. Так, 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 так. Я думаю, что Арина там нащупала что-то интересное. Арина, давай. Арина, давай. Так, чудесно. Насекомое как в английский? Инсест. Инсест. Итак, Арина нащупала насекомое. Арина, покажи нам насекомое. Инсест. Какое-то насекомое у нас. Спайдер. Спайдер. А вы пишете? Часы. Так, часы. Макс, часы. Помнишь так часы? Макс. Нет, она... Молодец, Макс. Можешь написать? Так, чудесно. Итак, Даша у нас нащупала часы. Вот. Ну и далее. Для чего мама напрягла ДК Ржанекидзе? Хохма, конечно. Но зная чей перец, зная лучшую маму на свете, зная редчайшую фамилию, можно было бы понять, что такое нелюбовь. Но сын мой настолько крут, что и здесь, ну не первое место, второе. И это тоже правило. Работает моя самая ненаглядная перчинка. Награждается Егорова Катя квест-игрой «Властвуй, граф Дракула». За второе место в конкурсе костюмов. Где у нас Леша Челекин? Ой, Леша, ближе всех стоишь. Тебе тоже игра квест. Будешь дома играть. Поздравим, Леша. Как вы понимаете, в деле воспитания Алексея работают только на опережение. Лучшие учителя, лучшие тренера. Да, он не будет крут. Но поняв лучших, он будет нормальным человеком. Я это знаю. И по сути, вам бы лучше смотреть мои сюжеты. И лучше всем и подтягиваться до специалистов экстра-класса, которые работают и здесь, в школе Реноме. Да и, конечно, где все это дело завершилось? Здесь, на Ленина, 131. Второй центр, Реноме. К слову о том, что вы здесь можете выучить не только английский язык. Здесь много различных языков вам преподается. К слову о том, что здесь вы можете еще и к ЕГЭ подготовиться. Что такое ЕГЭ, сейчас объясню. Это обыкновенные тесты. Вы их сдаете и получаете... Так вот, сдавать их надо много-много-много раз. Что потом, когда человек пришел, ему дали ЕГЭ. Он просто сказал, да, да, те же самые тесты. Я их сейчас быстро сделаю. Вот как это делается. То есть, в слове ЕГЭ нет ничего такого сложного. Надо просто этим делом заниматься. И, к слову о том, где вы будете заниматься? В Реноме. Здесь на Ленина, 131.